Итак, с вами на связи Алекс Кидель, школа Скидельской. Мы, не скажешь, что продолжаем, начиная, наверное, да, обучение по курсу визуализации интерактива. Вот в этом уроке мы с вами пройдем основные настройки установки программы 3D Max. Без нее невозможно делать ни визуализацию, ни интерактивную презентацию. В любом случае мы весь наш интерьер или экстерьер, или что там угодно, собираем в 3D Max. И только после этого мы можем с помощью V-Ray сфотографировать то, что мы сделали, а с помощью интерактива Unreal сделать анимацию или интерактивную презентацию. Поэтому для начала нам необходимо с вами разобраться с тем, как правильно настроить программу, основную программу под себя. Значит, что у нас здесь есть? Начнем с вами с самых главных, так скажем, установок, да, и вообще как бы кнопок. Вот. У нас есть меню навигации с правой нижней стороны. Здесь есть возможность, здесь есть возможность приближаться, отдаляться. Здесь есть возможность вот так вот, лапкой вот так вот ползать. Вот. Все то же самое. То есть вот это вот меню нам, в принципе, не пригодится. Вот. Потому что все, что здесь есть, можно делать с помощью горячих клавиш. Значит, двигаться вот так вот с помощью лапки можно, нажав на колесико мышки. Причем, если, то есть, ну, если вы пользователь Apple, например, да, как я, у меня моноблок здоровенный, и к нему идет специальная мышка, то я хочу вас сразу огорчить, эта мышка вам не подойдет. Купите, я сторонник обыкновенной, простой, недорогой мышки Logitech. Вот. Купите себе недорогую мышку, желательно беспроводную, ну, это уж как вам, как вам заблагорассудится. Ну, в общем, мышка должна быть небольшая, мышка должна быть немаленькая, мышка должна быть по вашей руке. То есть вот по моей обыкновенной мужской руке мышка Logitech лучше всего подходит. Обыкновенная мышка за 600 рублей, небольшая, без всяких выделяшек там и так далее. Ну, поверьте мне, просто как специалисту с 15-летним стажем, я перепробовал все мышки. И маленькие, и большие, с огромным количеством кнопок. Вот. Неудобные. Часто многие наши друзья, знакомые, знающие, что мы профессионально работаем в 3D и занимаемся крутой графикой, дарят нам на всякие праздники какие-нибудь крутые мышки дорогущие. Ничего не подходит. Но, поверьте мне, и это мой опыт, и опыт тех специалистов, с которыми я работал, которыми я руководил много лет. Вот. Все говорят одно и то же, что ничего лучше, кроме обыкновенной простой мышки за 650 рублей нет. Вот. Поэтому обычная мышка с колесиком обязательно, чтобы колесико работало. Итак, разбираемся. Значит, нажатое колесико мышки, и мы двигаемся с вами вот так вот по нашей сцене. Колесико вперед двигаем, назад двигаем, приближаемся. Отдаляемся. Нажатое колесико мышки и кнопка Alt, и мы вот так вот вертимся вокруг наших объектов. Дальше. Ну, вроде бы вот по горячим клавишам все. Нажатое колесико мышки, двигаемся вперед-назад, нажатое колесико мышки с Alt. Вот. Вот самые главные горячие клавиши, которыми мы с вами будем пользоваться постоянно. Дальше. Выделенный объект. Значит, очень важный момент. Горячие клавиши Z центрируют наш вид на объекте. То есть, Z нажали, и вот так вот вокруг объекта двигаемся. То есть, если я сейчас хочу двигаться вокруг какого-нибудь другого объекта, у меня это не получится. Для того, чтобы мне двигаться, например, вокруг этого ковра, мне надо выделить этот ковер, нажать на кнопку Z. Вот. И тогда я уже вокруг него буду двигаться. То есть, грубо говоря, наша вселенная сдвигается в центр этого ковра. То же самое вот с кустами, например. То есть, я вот сейчас вот вокруг ковра, вы видите, не могу двигаться. Я двигаюсь относительно, я двигаюсь относительно моих кустов. Что тоже удобно, когда мы вот так вот отдаляемся, неизвестно где находимся. Выделили любой объект, горячий клавиша Z, и мы к нему приблизились. Горячий клавиша Z, мы к нему приблизились. Все. Вот, запомните, пожалуйста, это очень важная кнопочка. Сейчас я скайп свой отключу, секундочку. Мешает он мне работать. Итак, двигаемся с вами дальше. Значит, по горячим клавишам, я надеюсь, поняли. Работаем всегда в одном видовом окне. То есть, по умолчанию у вас будет 4 видовых окна. Вид сверху, фронтальный вид, вид слева и перспективный вид. Вот, все это нам не понадобится. То есть, вот работать в таком вот виде я просто вам запрещаю. Это неправильно, это ошибка. Вот, не буду даже сейчас аргументировать, почему. Вот, очень много аргументов. То есть, и вы захламляете память своего компьютера дико просто в 4 раза захламляете. Если у вас компьютер маломощный и объектов очень много у вас в сцене, то каждое передвижение вашего объекта, оно получается увеличив... Ну, то есть, грубо говоря, каждое передвижение вашего объекта, оно увеличивает съедание ресурсов компьютера в 4 раза. То есть, потому что я его двигаю, вы видите, да, и эти объекты у меня двигаются сразу на всех остальных видовых окнах. Вот, это, ну, хорошо, если у вас мощная машина, как у меня. Если у вас слабый компьютер, то это будет съедать у вас большую часть времени и сил, поверьте мне. Поэтому работаем всегда... Ну, и при этом, как бы, какой бы огромный экран у вас не был, его все равно всегда мало. Вот, поэтому работаем в одном видовом окне. Переключиться в одно видовое окно можно вот с помощью вот этой вот кнопочки. Я не помню горячих клавиш, какие-то они есть. Но так как нам это надо в лучшем случае один раз в работе... Один раз только при открытии сцены, поэтому я горячих клавиш не помню. Вот они, вот она вот эта вот кнопочка есть. Maximize Viewport Toggle. Вот эту кнопочку нажимаем и вуаля, готово. Дальше переключаемся горячими клавишами между видовыми окнами. Значит, горячая клавиша T, вид сверху. Ну, по первой букве вида, то есть топ это вид сверху. Нажали и горячая клавиша Z я центрировал вид по тем объектам, которые выделили. Вот, топ, вид сверху, значит горячая клавиша T. Горячая клавиша L, вид слева. Горячая клавиша F, фронтальный вид. Фронтальный вид. То есть я, видите, между этими видовыми окнами могу легко и быстро переключаться. Горячая клавиша P, перспектива, перспективный вид. Все, я верчусь здесь. Если вы вдруг начнете вертеться из вида топ или из фронтального вида, вот таким вот образом, вы попадете не в перспективный вид, вы попадете в ортогональный вид. Он, вы видите, он немножко, ну, то есть он, не немножко, он очень сильно сбивает у нас перспективы. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас все-таки все было ровно, нажмите на горячую клавишу P и вы перейдете в перспективный вид. Последняя горячая клавиша в работе с видовыми окнами, это горячая клавиша S. С, С русская, С, С. Нажимаем и попадаем в вид из камеры. Ну, камера, камера горячей клавиша S. Вот, собственно, горячая клавиша, я надеюсь, что вы запомнили. С этого момента вы будете пользоваться только ими, исключительно. Причем с горячими клавишами есть такая очень серьезная особенность. Запомните ее, пожалуйста. Особенность заключается в том, что если вы, короче говоря, если вы не пользовались до сих пор горячими клавишами, у вас будет всегда желание ими не пользоваться. Вот, всегда, я забыл, какая горячая клавиша, поэтому всегда рука будет тянуться, нажать на обыкновенную кнопочку и быстренько, да. На самом деле, это незаметно совершенно, но горячие клавиши ускоряют нашу работу в десятки раз. В десятки раз вы начинаете работать значительно быстрее. Вот, то есть, ну, грубо говоря, если вы просто будете нажимать на кнопки, вот на эти кнопки, вот на эти кнопки, вы, можно сказать, ездите на гоночной машине на первой скорости. Вот, если же вы начинаете пользоваться горячими клавишами, то ваша работа происходит вот таким вот образом. То есть, раз, передвинули горячие клавиши L, поставили на пол и так далее, так далее, так далее. Вот в такой вот скорости все происходит. С этим разобрались, я надеюсь. Идем дальше в установки. Все установки по 3D Max в основном находятся вот в этой вот менюшке, Customize, которая называется. Первое, что вам необходимо здесь сделать, это настроить Unit Setup. Unit Setup это единицы измерения. Ставите те единицы измерения, с которыми вам удобнее работать. То есть, мне удобнее работать с метрами, я привык работать с масштабными сценами. Соответственно, я здесь ставлю метры. Вот, если вам удобнее работать с миллиметрами, ставьте здесь миллиметрами. Очень-очень важный момент, за которым нужно обязательно следить с самого начала работы. Одна из самых частых, я бы сказал так, и критических ошибок, это созданная сцена не в масштабе. Сделанная не в масштабе сцены. Это одна из самых серьезных ошибок. Когда, ну то есть, вы должны понимать, что 3D Max абсолютно все равно, какого размера вы делаете объекты. Вы, ну то есть, вот вы вставляете, например, куст в сцену. И вот здесь он выглядит у вас замечательно. То есть, вы вот так вот смотрите. На самом деле, размер этого куста может быть там метров 50, например, в высоту. Если вы не проследите за этим, то у вас весь остальной интерьер, особенно вот частая ошибка, когда люди начинают делать интерьер, вставляя какие-то объекты. То есть, вставили кусты, и дальше все остальное делаем относительно этих кустов. Это серьезная ошибка, друзья мои, потому что тени от жилого комплекса, они совсем не такие же, как тени от муравья. Именно по этой причине у нас возникают проблемы на финальной стадии создания проекта. Когда мы выставляем свет, и почему-то у нас все темно, или все светло, или почему-то тени какие-то странные. Как правило, это все из-за масштаба. Поэтому, во-первых, сделайте единицы измерения, те, которые вам удобны. Во-вторых, следите за масштабами каждого объекта. За масштабами каждого объекта можно проследить вот здесь. Unit Setup, извините, утилиты. Вот этот молоточек нажимаем, и здесь есть кнопочка Measure. Размер. И вот здесь мы видим с вами размер каждого объекта. Вы видите, сейчас у меня этот куст размером... Ну, это все три куста у меня выделились, поэтому по X они 3 метра. То есть, отсюда, вот до сюда 3 метра. Вот так вот в длину они 3 метра у меня занимают. Высоту эти кусты у нас получается 2 метра 80 сантиметров. Высоковато на самом деле. Ну, нормально. То есть, выше человеческого роста. То есть, если вы девушка невысокого роста, то вот относительно этого куста вы будете вот на такой вот высоте. Надеюсь, с этим разобрались. Очень часто бывает такое, что вы заходите вот сюда, вот в утилиты, а здесь этой кнопочки Measure нету. Вот. Найдете ее вот здесь. Нажмете на кнопку More. Найдете ее вот здесь. Вот нажмите дважды ее, и она у вас появится вот в списке этих утилитов. И дальше вы можете, нажав на кнопку Measure, определять точный размер каждого объекта. Например, вот это кресло. Размер будет определяться в тех единицах измерения, которые вы установили. Хорошо. С этим, я надеюсь, тоже разобрались. И с этого момента заклинаю вас, следите за масштабами. Надеюсь, что вы будете это делать, и у вас не будут возникать серьезных проблем именно с масштабированием вашей сцены. Дальше следующее. Есть у нас менюшка, которая называется Preference. Это, ну, свойства нашей программы, грубо говоря. Что у нас здесь есть? Первое, что вам необходимо подредактировать, это количество запоминаний. Set Under. То есть, это когда мы нажимаем Ctrl-Z в любой программе, вернуть предыдущие действия, это Ctrl-Z. И к этому так привыкаешь дико, что потом хочется, не знаю, в магазине неправильно что-нибудь сделал, хочется нажать Ctrl-Z, чтобы вернуть последние действия и переделать правильно. Ну, в 3D Max 20 шагов вот здесь вот стоит запоминание, да, этого очень мало. Увеличиваете как минимум в 10 раз, 200 шагов делаете. Вот это хорошая цифра. Дальше, второе, что вам необходимо сделать. В 3D Max мы отключаем с вами Auto Backup. Мы отключаем с вами автосохранение. И это тоже не обсуждается. То есть, ну, с самого начала работы я прошу вас отключать автосохранение. Вам придется это сделать, и, ну, я объясню вам почему. То есть, автосохранение для, ну, как бы для нас это очень важный момент на самом деле. Потому что 3D Max это как раз та самая программа, которая периодически все-таки вылетает по каким-то причинам. То памяти не хватило, то еще что-то. Вот, и все это ведет к очень серьезным переживаниям с нашей стороны. Но при этом вы должны понимать специфику программы. Специфика программы заключается в том, что это у нас не Word-овский документ. Это у нас не, не знаю, там, не Excel-овская табличка. Здесь автосохранение будет не секундочки длиться. Вот. Бывают файлы, в которых сохранение файла занимает по 15-20 минут. Вот. Поэтому, как у нас происходит обычно? У нас происходит следующим образом. Мы делаем-делаем нашу сцену, пока она маленькая, она автосохраняется, вы этого даже не замечаете. Потом в сцене появляется, например, мебель, светильники, да? И вы уже замечаете, что у вас происходит автосохранение. Оно у вас занимает, там, например, секунд 20. Потом вы добавляете еще каких-то объектов, настраиваете освещение, и у вас сохранение занимает уже порядка 1-1,5 минут. Потом вы добавляете в свою сцену, например, траву, ну, какие-то уже более сложные полигональные объекты, например, кусты. То есть один куст в полигонах, он будет занимать больше памяти, чем вся остальная сцена вместе взятая, потому что там каждый листик это несколько полигонов. И у нас время сохранения нашей сцены увеличивается уже до 3-х минут, до 5-ти минут. А если вы работаете с нормальным масштабным объектом, а если уж вы окунулись в эту тему, то однозначно скоро вы будете с ними работать, например, с интерьером в классическом стиле, или с жилым комплексом, где очень много объектов машины, деревья и так далее, то автосохранение у вас будет занимать минут 30, минут 40 и так далее. То есть для 3D Max сцена 800 мегабайт, это вполне себе нормальный объемчик. Бывают сцены по 1,5 гигабайта. Так что представьте себе, сколько 1,5 гигабайта сохраняется. И представьте себе, что если эти 1,5 гигабайта будут сохраняться через каждые 5 минут. Ну, это просто... Ну, как получаться будет? Будет получаться, что вы только-только разгоняетесь, у вас, вот опять пошло автосохранение. Сначала вы просто ждете, потом вы уже уходите на кухню чай попить с печенькой, а потом времени хватает даже сходить в магазин. Вот, поэтому автосохранение, к сожалению, нам придется отключать и сохранением работать самостоятельно. Вот. Как работает сохранение в 3D Max, да, самостоятельное сохранение? Поэтапно. То есть, сделали, например, коробку, сохранили файл, сцена нижнее подчеркивание 1. Ну, например, я не знаю, вот я делаю свою квартиру, да, на Берлинской улице. Ну, у меня уже довольно много недвижимости относительно, конечно, поэтому я ее обозначаю по-уличной. Вот, соответственно, у меня на Берлинской... Я так и называю. Квартира на Берлинской. Делаю коробку. Квартира на Берлинской 1. Дальше. Текстурирую эту коробку. Берлинская 2. Дальше. Собираю мебель в гостиной, например. Сцена номер 3. Добавляю светильники. Сцена номер 4. Добавляю свет дневной. Сцена номер 5. Делаю вечерний свет. Сцена номер 6. Делаю потолок, потому что у меня там очень сложная крыша. У меня квартира на массажном этаже. Сцена номер 8. Сцена номер 7. И так далее, и так далее. То есть по крупному объекту у меня бывает по 15 вот таких вот сцен. И на самом деле, то есть не скупитесь, но чем больше у вас таких вот шагов, тем лучше. Потому что, предположим, что вот вы делали-делали что-то в своей сцене, нажимаете на кнопочку рендер, рендер у вас занимает 5 минут, например. Делали-делали что-то, 5 минут. Делали-делали-делали 5 минут. Делали-делали-делали, бабах, 40 минут. Что такого произошло, почему у вас рендер увеличился с 5 минут на 40? Вот, проверяете так. Сцена номер 7, рендер 40 минут. Сцена номер 6, рендер 40 минут. Сцена номер 5, рендер 5 минут. Ага, что я такого делал между пятым и пятой и шестой сценой? Я делал вот это и вот это. Соответственно, удалить эти объекты. Удаляем эти объекты, проверяем. Ага, значит, проблема с этими объектами. Так, так, так. И начинаем с ними разбираться, что там с ними материалы, может быть, неправильно настроены и так далее. То есть вот таким вот образом находим свою ошибку. И при этом у нас каждый этап создания нашей сцены, он сохраняется. Поэтому автосохранением с сегодняшнего дня вам придется быть самостоятельным. А автосохранением теперь будете вы. Надеюсь, с этим тоже разобрались. Так, дальше. Здесь, в принципе, уже теперь ничего можно не трогать. По-моему, в этой менюшке... Ну, все остальное мы будем еще с вами проходить. Это уже не к настройкам относится. Последняя настройка, очень важная, которая здесь является... Которая находится в Setting Preference, это Gizmo. Gizmo это вот эта вот штука, с помощью которой мы с вами передвигаем наши объекты. Вот эти вот стрелочки называются Gizmo. Вот. Одна из самых дурацких и популярных проблем это замораживание этого Gizmo. Вот. Замораживание Gizmo находится в горячей клавише X. X нажимаем. А, сейчас уже все. Все, в новом Максе они наконец-то догадались это дело брать. Вот. Но все равно, то есть... Или пробелом еще можно вот эту штуку включить. Selection Lock. Вот. Пробелом мы замораживаем тоже выделение. То есть, мы его не можем снять. Мы не можем снять выделение до тех пор, пока не разморозим. Нажимаем на пробел еще раз или вот на эту кнопочку. И все, у нас все приходит в норму. То же самое раньше было с горячей клавише X. Сейчас уже они переделали. Вот. И горячей клавише X замораживало Gizmo. То есть, вы не могли двигать свои объекты по всем нужным вам осям. Могли двигать только по замороженной. Короче говоря, вроде как исправили эту фигню. Но все равно, запомните, горячей клавише X была у них для заморозки Gizmo. То есть, можно было еще раз нажать на горячей клавише X, разморозить или же зайти в рендер, так, не в рендеринг, в Customize Preference. И вот здесь вот в Gizmo, ну, горячий клавише заморозить, это вот эту вот кнопку On убрать, грубо говоря. Уберем ее. Вот нам, пожалуйста, вот оно замороженное в Gizmo. Видите, да? Вот, вот, еще раз, еще раз заходим сюда, еще раз заходим сюда и включаем его. Вуаля, все нормально работает. С этим тоже разобрались. Теперь давайте разберемся с некоторыми настройками вьюпорта. Значит, во-первых, здесь у нас есть Selection Filter. Это фильтр по тем объектам, которые мы будем выделять. То есть, грубо говоря, если вы прямо сейчас планируете работать только с геометрией, то поставьте здесь геометрию. И вы сможете выделять только геометрические объекты. Источники света выделяться не будут никак. И наоборот, если вы планируете работать сейчас только с источниками света, ставьте сюда источники света, lights, и вы сможете выделять только источники света. Все остальное выделяться не будет. Поэтому, если вы, например, хотите выделить все источники света, поставьте сюда Lights и нажмите Ctrl-A, выделить все. Выделяются только источники света, все источники света. То же самое, если вы работаете только с камерами, поставьте сюда фильтр по камерам и будете выделять только камеры. Вот вроде бы все. Дальше, здесь есть Select by Name кнопочка. Select by Name это выделение объектов по имени. Нажимаем на эту кнопку и у нас открывается окошечко с названием всех объектов, которые есть в сцене. Именно по этой причине мы многим говорим, что объекты надо называть своими именами. То есть, будь по-русски, но называйте их так, как надо. Если это кресло, значит кресло вы называете. Если это кусты, значит кусты. То есть, благодаря вот этой вот Select by Name вы сможете выделить, например, именно все кусты. Очень частая ситуация, когда нам надо выделить все однотипные объекты. Все светильники или все окна или всю мебель, например. Вот идем вот сюда, вот в Select by Name, вот в эту вот кнопочку и выделяем все необходимые нам объекты. С этим тоже разобрались. Select and Move. Теперь разберемся с тем, как передвигать объекты. Значит, есть горячие клавиши W, E и R. W, E, R. W это передвигать объекты. Горячая клавиша E это крутить объекты. Горячая клавиша R, они рядом находятся. A, английская R. Это масштабирование объектов. Вот таким вот образом. Все кнопочки, все горячие кнопочки, вот с левой стороны три пальца ложатся прямо рядом. Вот они, вот эти вот кнопки, да, пользуются только горячими клавишами. Дальше. Так, есть привязки, привязки мы с вами дальше будем проходить. Эти инструменты тоже дальше будем с вами проходить, пожалуй. Material Editor. Открываем Material Editor. Сейчас он у меня подзагрузится. С Material Editor тоже есть очень интересные, важные особенности. Сейчас я надеюсь, у меня не вылетит программа. Будем, будем, будем надеяться. Будем надеяться. Вроде не вылетело. Отлично, хорошо. Material Editor. Material Editor может быть двух видов. Запомните, пожалуйста. Новый вид Material Editor вот такой вот. Сейчас она опять подумает. Вот у нас новый вид Material Editor. Slate Material Editor. В принципе, это абсолютно то же самое, что компактный вид. Я просто привык работать в компактном, поэтому уроки у нас будут по компактному виду. Вот в таком вот. Поэтому, если у вас открывается изначальный слейд Material Editor, ну, включите компактный вид, чтобы вам было понятно, что я рассказываю по урокам. В Material Editor есть одна очень важная особенность. Чем больше здесь материалов у вас висит, тем дольше у вас будет грузиться каждый раз Material Editor. Material Editor открывается горячей клавишей M. Ну, по первой букве M. Material. Ну, вот. И каждый раз, когда вы будете наживать на горячую клавишу M, открываем Material Editor, если у вас здесь много материалов, то они очень-очень долго будут грузиться. Поэтому я вам рекомендую здесь вообще материалы не держать. То есть, вот у нас есть стандартный серенький материал, и этим стандартным сереньким материалом мы с вами заполняем, заполняем вот таким вот образом. Прямо вот так вот переносим, 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 переносим. Все. То есть, Material Editor у нас должен быть пустой. Если мы с каким-то материалом планируем поработать, вот нажимаем на пипетку, вот на это вот снимаем необходимый нам материал, вот он у нас появился. Сделали все, что с ним надо, и снова вот так вот перекрыли. Если не хватает ячеек, правой кнопочкой вот здесь вот подрегулировать количество ячеек, но в принципе, то есть, количество ячеек одинаковое, просто вид разный у них. Ну и как я сказал, то есть, если вы будете перекрывать все время существующий материал, они никуда у вас из сцены не исчезают, они все у вас остаются в сцене. Их просто вот здесь вот не видно. То есть, как только вам нужен какой-то материал, нажали пипеткой, сняли его, поработали с ним, и дальше его вот так вот убрали просто из Material Editor. Все. Вот и вся технология. Последнее, что мы с вами сейчас разберем, это Render Setup. Здесь есть какие у нас особенности, да? Single, верхняя часть Render Setup. Верхняя часть Render Setup отвечает за то, что мы будем с вами рендерить. То есть, один кадр, кадры от нуля до сотого, вот они у нас здесь идут все. Ну, как бы в данном случае они все одинаковы. Или можем поставить какой-то... Ну, то есть, если вы делаете просто обыкновенную визуализацию, оставляйте здесь единичную картинку. Если вы планируете делать анимацию, дойдете до блока с интерактивом и научитесь делать анимацию правильно уже. Вот. 3D Max для анимации уже не подходит. Это уже прошлый век. Второе, значит, здесь что мы рендерим? Мы можем с вами отрендерить полностью всю картинку View. А можем отрендерить только часть картинки. Только часть. Reger, например, вот таким вот образом. Дальше. Размер картинки вот здесь вот выставляется. В каком размере вы будете делать? Я обычно делаю вот таким вот образом. Сохраняю с собой пропорции. 320 на 240 сделали, а потом можем увеличить до любого размера. Все. Никакие кнопочки здесь ничего не жмем. Вот Render Output. Это куда будет сохраняться наш файл. Нажимаем на файл. И сохраняем его. Ну, то есть, придумываем, в каком он формате будет сохраняться. JPEG, например, или PNG, или JPEG. Пишем название, находим папочку. И при рендере тогда у нас, то есть, после рендера у нас картинка сохранится именно в ту папку, которую мы здесь указали с вами. Вот. Последнее. Sign Render. Назначить рендер. Это мы будем с вами еще проходить. Ну, вот, пожалуй, основные настройки 3D Max, которые вам необходимы для начала работы. Вот. Пожалуйста, запомните. И с сегодняшнего дня прям заставляем себя работать с помощью горячих клавиш. Заставляем себя ускорять, ну, привыкать к горячим клавишам и ускорять свою работу. Работаем в одном бедовом окне. Вот. Пожалуй, в виде факультатива еще покажу вам, где находится... Так, Config User Path. Хотя, не знаю, многим эта папка не нужна, но в целом, в принципе... Смотрите, какая фишка. Значит, если я сейчас нажму Ctrl-O горячей клавиши, это открыть какой-нибудь файл. У меня открывается, обратите внимание, вот эта вот папка. Ну, то есть, открывается какая-то неизвестная, грубо говоря, папка. Ctrl-O. Вот. Эта неизвестная папка у нас... Можно ее подрегулировать, можно ее указать, эту папку. Вот. Ctrl-O. Ну, то есть, каждый раз, когда вы будете нажимать Ctrl-O, у вас будет или еще что-нибудь. Открывать какой-нибудь материал, например, новый у вас. Или сохранять сцену, да. Вот. Если вы решили сохранить сцену, например, вот таким вот образом, она тоже будет у вас сохраняться в какую-то неизвестную папочку. Вот. В начале в самом. Потом, когда вы уже укажете место сохранения, будут сохраняться туда, куда вы указали. Но в начале это бывает очень здорово огорчает, да. Ну, то есть, замедляет нашу работу. Вот. Указать эту папку можно вот здесь. Вот. Config User Pad. Вот она. Вот отсюда у нас сейчас все подгружается. Если вы укажете другую папку, то все... То есть, Ctrl-O, например, Ctrl-O, все вот эти вот горячие клавиши, они будут автоматически открывать у вас вот эту вот папочку. Если у вас все материалы здесь, все модели, текстуры, например, здесь будут складываться. Ну, соответственно, вот она у вас и будет открываться все время. Так, вроде бы все разобрали более-менее, да. По крайней мере, основное мы точно с вами разобрали. Вот. Для начала этого более чем достаточно. Я думаю, что если больше вам здесь... Если более глубоко залезть в установки, я боюсь, вы просто... Если с нуля стартуете, вы просто потеряетесь. Вот. Поэтому на этом останавливаемся. Вот. С вас подробненький отчет о том, что вы узнали нового для себя из данного урока. Вот. Мини-конспект, пожалуйста, опубликуйте. Все, что вы успели зафиксировать с этого занятия, вот. Опубликуйте в отчете к этому уроку, и мы можем с вами двигаться дальше. Также. Спасибо.